С первого сентября из правил дорожного движения исчезла табличка фото-видеофиксация. Её заменил одноимённый дорожный знак, который ничем не отличается от старой таблички. Это белый прямоугольник со схематическим изображением фотокамеры. Задача знака тоже прежняя — информировать водителей, что на этом участке дороги могут стоять стационарные или передвижные камеры фиксации нарушений ПДД. А вот правила установки новые. Вне населённого пункта предупреждение устанавливается на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля, а в населённом пункте — на въезде, со знаками начала населённого пункта. Проще говоря, в населённых пунктах перед каждой камерой знаки ставить больше не будут, а значит, водителям отныне стоит быть внимательнее. Ещё одна первосентябрьская новелла — отредактированный порядок вручения и обжалования штрафов, выписанных дорожными камерами. Теперь всё это можно будет делать через портал госуслуги. Правда, к системе пока подключены только Санкт-Петербург, Ленинградская область и Приморский край, а остальные регионы подтянутся позже. Если автомобилист согласится получать постановление только через госуслуги, то документ считается вручённым на следующий день после загрузки. О новом штрафе водителя уведомит СМС-сообщение, пуш-уведомление или электронное письмо. Обжалование штрафа также стало возможным через госуслуги. На загрузку ответа должным лицам даётся три дня после вынесения решения. Причём оспаривать можно любые постановления, включая полученные из других регионов. Напомним, что прежде для отмены ошибочного присланного письма счастья нужно было отправить бумаги с заказным письмом на адрес отделения ГИБДД. Кроме того, 1 сентября стартовала гаражная амнистия, благодаря которой россияне смогут бесплатно оформить право собственности на земельные участки, где находятся их гаражи. Всего по одному заявлению гражданин теперь имеет возможность оформить права на земельный участок, где размещен гаражный бокс, при условии, что собственником самой территории является государство или муниципалитет. Механизм приватизации будет действовать до 1 сентября 1926 года. Он распространится на пользователей гаражей, их наследников, а также покупателей такой недвижимости. Процедура подачи документов будет бесплатной только для одного объекта. И, наконец, финальное. Все грузовики массой свыше 12 тонн запретили выпускать на линию, если на них нет тахографа, системы AeroGlonass или оборудование слежения. Кроме того, в России начали действовать новые правила прохождения предрейсового и предсменного контроля. Впрочем, представители автопарков наверняка об этом знают.